Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Эмоциональные качели, как из них выбраться? Познакомились с мужчиной, общались хорошо, дружески иногда, флирт прослеживался, работаем вместе. Поведение его крайне странное. Первый день люблю не могу, проход подорву, в следующий день игнор, потом типа со всеми заигрывает. Понимаете, начинают залипать на него. Что? Манипуляции, как противостоять? Общение ограничено с ним, игнору тоже в ответ. Почему такое поведение? Ну, то, что касается того, почему такое поведение, меня ответим, психолог не может обсуждать третьих лиц. Что касается эмоциональных качелей, то эмоциональные качели связаны с тем, что человек не доверяет своим родствам, не отслеживает их и не разбирается. У них вам нужно повышать свой эмоциональный интеллект, тогда эмоциональные качели вам не будут страшны. Манипуляции, если это манипуляции, это самый лучший способ им противостоять, это быть собой. Быть самым собой. Вы пишете, что вы пишете, что начинаете залипать на него, что это значит? Это значит, что он вас, суть по всему, привлекает. Вопрос только в том, чем. Чем конкретно он вас привлекает, какие это чувства, и что эти чувства означают? То есть, какой они имеют вектор? Имеют ли они вектор того, чтобы сделать человека счастливым, или они имеют вектор того, чтобы вам что-то от этого человека получить? То есть, реализовать какую-то свою потребность вот в этом, и необходимо разобраться. Если вы в этом разберетесь, то эмоциональные качели для вас перестанут существовать как таковые, а вы сможете выработать свое отношение к тому, что делает человек, и решить, хотите вы с ним общаться или нет. Я думаю, что зеркальное отражение поведения человека не приведет ни к чему хорошему. Ну, хотя бы потому, что манипулирует он, манипулируете вы, и как бы это поражает только взаимные обиды, и так далее. Я хочу сказать, что за этим нет никакого взаимодействия двух людей, двух личностей, и так далее. Важно увидеть, что между вами общего, помимо флирта, и того, что человек делает, люблю-не-могу, и т.д. Что между вами общего реально. Потому что, если у вас только гендерные взаимодействия, то есть общение, как мужчины и женщины, далеко на таких отношениях вы не уедете. Это отношения поверхностные, и в общем и целом довольно-таки чреваты различными конфликтами, и противоречиями. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!